11 машин столкнулись под пластом, еще 13 в Озерске. Сводки ГИБДД и любительские съемки последних двух дней напоминают сценарий фильма «Катастрофы». А полицейские и сотрудники МЧС отлично подходят на роль главных героев за индивевшими ресницами. Немало работы им подкинули те, кто в непогоду понадеялся на русский авось. Водитель автобуса с детской хоккейной командой на борту пообещал переждет метель в Южноуральске. Но уже в полночь посылал сигналы СОС из сугроба на трассе. Шоферы и два десятка пассажиров увезли в гостиницу в Кичигино. Автобус так и остался в снегу. В 16 часов, вы знаете, вчера было временно запрещено движение по большинству дорог. На юге проводилось информирование населения. Тем не менее, много машин было на дорогах. И МЧС, дорожники, муниципальные службы и структуры активно работали и спасали людей. В такой ситуации из-за Бурана оказались 244 автомобиля и более 1100 водителей с пассажирами. Всех эвакуировали силами регионального МЧС. Порядка 500 человек, в том числе 45 детей, отправили в 15 пунктов временного размещения. Это детские сады, школы и центры социального обслуживания в Чесме, Октябрьском, Париже и других поселках. Это столовая, где мы завтракали. Сейчас будем обедать и, не дай бог, еще будем ужинать. Снежные заносы сломали расписание даже точные, как швейцарские часы железной дороги. Самый большой простой оказался у состава номер 14 Москва-Челябинск. На станции Чебаркуль он простоял два с половиной часа. Более чем на полчаса задержался на станции Шершни еще один московский поезд номер 392. Из расписания выбились и пригородные электрички. Впрочем, городскому рельсовому транспорту повезло куда меньше. Сегодня утром на линии не оказалось ни одного трамвая. Они физически не смогли передвигаться по занесенным рельсам. Обычно я добираюсь на трамвае порядка 40 минут, но сегодня из-за отмена трамваев пришлось добираться на маршрутных такси. Я потратил около двух с половиной часов, чтобы добраться до университета. Несколько вагонов замерзли на улицах еще накануне вечером. Они буксовали и не могли сдвинуться ни на метр. Робко выходить на линию первые трамваи начали только после полудня. Агрегаторы такси на фоне дорожного коллапса подняли цены на поездки по Челябинску в 3-4 раза. Все бы было нормально, если бы не цена такси. Это 650 рублей с паркового до энтузиастов. Это вообще какие-то нереальные цены какой-то. Ну и ждать надо было машины 20 минут. В итоге я плюнул, поехал на автобусе. Нормально, тепло, но очень долго. Впрочем, ночью на трассе по Троицкам таксисты сами выезжали на помощь увязшим в снегу. Причем развозили пострадавших, а не бесплатно. Жители и сами кооперировались, чтобы отправиться на помощь на снегоходах. К слову, спасать Южный Урал от разгула стихии сегодня приехали даже специалисты из Кунгура и Перми. Это дополнительные бригады энергетиков вместе со своей спецтехникой. Сейчас без электричества остаются порядка 30 тысяч человек. Восстановительным работам мешает сильный ветер.